Доброе утро! Это «Окно в кино», дайдже самых заметных событий в мире кинематографа. С 1 по 4 февраля в киноцентре «Родина» пройдет «Эхо» 3-го Московского международного фестиваля архивных фильмов. В рамках петербургского «Эхо» покажут ретроспективу фильмов с участием Олега Жакова и авторскую программу киноведа Евгения Марголита «Киностолица. Ленинград», составленную специально к 320-летию основания Северной столицы. Неповторимый стиль фильмов о городе на Неве напрямую продиктован его образом города-идеи, города-концепции. Зрители проследят, как отразились в отечественном кинематографе попытки превращения образа былой имперской столицы в колыбель революции, насколько они были успешны. В программы включены в том числе и ленты киностудии «Ленфильм», которая в этом году отмечает свое 110-летие. Кстати, сегодня в российский прокат выходит драма «Детка» – первый релиз «Ленфильма» за долгое время. Даша – 18-летняя девушка, которую вырастил отец. Жизнь героини резко меняется, когда она сбегает из дома в поисках ответов на вечные вопросы. Что со мной не так и почему мама меня бросила? Оказавшись рядом с матерью, уже разучившись ее любить, Даша пытается разобраться в этих непростых отношениях и невысказанных чувствах. Сюжет фильма основан на реальной истории подруги автора сценария ленты Наргиз Багерзаде. Наргиз и режиссер Ирина Бас – выпускницы в ГИКа. Их творческое сотрудничество началось с короткого метра «Бывшие», а на сценарии «Детки» они работали и искали финансирование три года, пока скрипт не попал на «Ленфильм». В съемочную группу бэкстейджа вошли студенты высшей школы журналистики и массовой коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета. Ну а в главных ролях Виктория Исакова и Мария Мацель, знакомые зрителю по фильму «Отпуск в октябре» и сериалам «Юз» и «Перевал Дятлова». Продолжим тему настоящего авторского кино в прокате. Также на этой неделе на большом экране появилась новая работа прославленного немецкого режиссера Вима Вендерса «Идеальные дни», отмеченной призом за лучшую мужскую роль в Каннах. Простая и немногословная история Хироямы, немолодого уборщика городских туалетов в Токио, помогает понять очевидные истины. Счастье можно найти в мелочах жизни и любимых книгах и музыке. А любое занятие, пусть и самое будничное, может приносить удовольствие. Критики сравнивают «Идеальные дни» с Паттерсоном Джима Джармуша, а «Япония» выдвинула картину на «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Классик мирового кино Вим Вендерс снял светлое, очень теплое кино о красоте простой жизни. Он никак не романтизировал быт своего героя, только наполнил его маленькими значимыми событиями. За пределами упорядоченных будней он ослаждается музыкой Лурида и Пати Смит, книгами из местной лавки и деревьями, которые он снимает на пленочный фотоаппарат. Для зрителя Вендерс придумал две маленькие истории о напарнике и дочери героя. Только более ценной оказывается его полудокументальная, полная гуманизма наблюдения за обычным человеком. И еще одна картина, лишенная крупных бюджетов и внимания голливудских мейджоров, стартует в российском прокате в этот уикенд. Триллер «Кривая дорога». Непривычное внимание широкой аудитории, она может привлечь участием в одной из главных ролей, ставшего кумиром миллионов за считанные секунды, актера Джейкоба Элорде. Знаменитый дрессировщик и шоумен Джим Гудвин оказывается на пустынной дороге со своим ручным шимпанзе с панки, телезвездой популярного шоу. По пути они подбирают попутчика, не подозревая, что это серийный убийца. Дорога превращается в бесконечную гонку со смертью, где каждый поворот грозит новой опасностью. Удастся ли Джиму и спанке остаться в живых? Я неплохой человек. Меня просто довели. Зачем тебе это? Это ограбление. В основу фильма легла безумная реальная история о случайной встрече знаменитого дрессировщика с маньяком. В главных ролях Закари Куинто и всеобщий любимчик Джейкоба Элорде, звезда сериала «Эйфория», а также недавних фильмов «Солберн» и стартовавшего в кинотеатрах на прошлой неделе биопика «Присцилла, Элвис и я». Вот такие свежие релизы доступны в ближайшее время в кинотеатрах. Приятного вам просмотра и берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова